ну опять в эфире невзоровская среда сегодня и я вам должен сказать что начав войну с украиной россия проиграла войну китаю турции а возможно даже монголии потому что ведь если завтра китай если завтра война как поется в песне то китай вероятно без всякого сопротивления по сценарию донбасса откровенно копируя хамский бандитский стиль россии просто проведет ряд референдумов от благовещенска до красноярска для начала да это будут идеальные референдумы он объявит эти территории своей собственностью и сопротивляться будет некому потому что армия похоронена миф о военной мощи россии тоже следовательно складывается чрезвычайно любопытная ситуация из которой ну самые продвинутые и сильные персонажи современности пытаются найти выход и не случайно мой собеседник сегодня наверное ярчайший персонаж всей антипутинской коалиции это илья пономарёв который уже прославлен тем что новые и новые дела бессильно возбуждает следственный комитет в отношении господина пономарёва которого подозревают во всем даже в причастности к зажарке путинской дочки ко всем поджогам всех военкоматов подрывом поездов к партизанской деятельности к организации легиона свободной россии это кстати флаг илья это флаг свободной россии безусловно но к дочке только это меня не ко мне это к зеленскому только не к тому это у него там поджарка дочки это не может хорошо а вот флаг такой кстати говоря при случае мне можно было бы подарить он видишь я тут обустраиваюсь потихонечку и какие-то предмет первые первые необходимости там типа черепа далехокефала тамагавка черепа маори или да и да яка портрет иван петрович у меня вижу же тут собрался мне не хватает я привезу и большой вот флаг такой же и привезу еще такой маленький который можно перед собой на столе вот ставите все эфиры с ним проводить итак ты собрался проводить вы собрались как я понимаю вы сконструировались взбились в такую особо опасную стаю стаю наиболее ярких политиков и собрались проводить съезд народных депутатов все верно корректно совершенно даже простая полностью корректно мне ты тоже предложил я разумеется отказался поскольку в отличие от вас я не политик политикой заниматься не собираюсь и не сейчас не в будущем я пытаюсь сохранить за собой право на абсолютное беспристрастие и мечтаю о том чтобы эта война наконец закончилась я смог бы вернуться к своим исследованиям политикой они будут заниматься никогда это ваше дело поэтому мы чувствуем что твое всевидящее око но обязательно будет присутствовать зале заседания съезда ой я вам не завидую а вот мы себе завидуем это по моему будет потом очень интересно с тобой обсудить а у меня ты знаешь мрачный взгляд на ваше мероприятие я бы хотел понять на чем базируется твой оптимизм и почему ты человек который в общем никогда в пустую не тратит времени ты собрался проводить этот съезд вот это мне чрезвычайно любопытно ты понимаешь да что на вас уже написано пародия да это значит признание какая пародия это пара пародия заключая пародия по моему находится в книге 12 стульев а так это заранее написано я дам вам коробелу отец русской демократии и так далее и так далее это просто учебник мы читаем и воплощаем это не пародия тут не надо путать отлично так все таки какой смысл в этом смысл в этом на самом деле абсолютно прямой путин на данный момент в россии один вот если не путин то код и вот этого даже кота нет хотя наступает год кота и необходимо чтобы эта альтернатива была создана и все же очень боятся этого делать разнообразные там комитеты и подкомитеты которые создаются по всему миру они все такие ну давайте мы будем против войны там давайте будем за что-нибудь хорошее давайте мы что-нибудь обсудим но никто не решается сказать что если не путин то мы вот есть путин а есть мы потому что боятся что к ним сейчас приедут и убьют а любых людей которые пытаются что-то делать они наоборот говорят вот вы там пока на войне отсиживаетесь а мы вот тут вот в европе жизнью рискуем и поэтому мы решили о том что ну наверное ожидать что кто-то это сделает уже поздно и поэтому надо собрать людей у которых была бы хоть какая-то легитимность мог бы сказать вот там за путина ну какое-то количество людей все за него голосовали понятно что это все фальсифицированные выборы украденные там и так далее но все равно какое количество людей его поддерживало а вот все остальное то что там это мы меряемся в твиттере или там ютьюбе ну то есть это это же неправильно и поэтому возникла идея ряда бывших депутатов там в комитете семь человек в общей сложности что давайте проведем вот такой съезд на котором были бы депутаты разных уровней которые где-то когда-то бы избирались я избирался четыре раза ну да ты избирался четыре раза то есть у тебя голосовали живые люди да ну я тогда должен отказаться четыре раза понятно хорошо отказываюсь и буду наблюдать со стороны объясни мне такую вещь вот какой смысл ковыряться заранее в будущем страны которая даже еще не села на скамью подсадить подсудимых и приговор ей неизвестен да вот запястья россии толстые измазаны кровью и сейчас на них будут защелкиваться наручники замуровываются все входы и и обкладывают все сильнее и сильнее при том что мы видим что европе совершенно не интересно стратифицировать сегрегировать русских на плохих средне плохих ужасных кошмарных омерзительных для нее сейчас даже чехия уже закрылась для русских вообще для нее сейчас как и для мира как и для европы преступник вся страна тут действительно может быть не имеет смысл называть это войну в это это войной это преступление россия совершила преступление именно в этом качестве она предстанет в наручниках перед человечеством и будет отвечать за все что она натворила и в украине а возможно и в себе самой хотя то что она делала в себе самой это в общем ее личное дело членовредительство мазохизм и так далее а вот ее проделки в мировом пространстве это уже совсем другое ее теперь не прощать не забывать никто не собирается особенно когда выяснилось извиниться да что у россии нет армии есть толпа костюмированных алкоголиков имбецилов не способных ни на что и плохо костюмированных это плохо костюме причем вынужденных покупать костюмы за собственный день веревку тоже да 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 и мыло и вот от краха и тотального бегства эту толпу спасает только испятые сифилитические зэки пригожина которая хоть как-то держит фронт ты кстати тоже предупреди и если есть связь с этой свободной россии и надо поставить в известность всех ребят в силу чтобы они обращали внимание на браслетики на запястьях всяких чего как его чего как потому что чувака маркируют сифилитиков одним цветом браслетиков гепатитников с другим цветом браслетиков а спидоносцев третьим вот этом надо разобраться то что когда там обыскивают смотрят документы чтобы потом произвести дезинфекцию и вот кстати говоря вот если бы путинизм каким-нибудь чудом выжил то он обязан был бы поставить монумент 105 статье и 131 статье но там и еще вероятно статья карающий за воровство с надписью вораму убийцам и насильникам благодарная россия это было бы это было бы необычайно часть этого не произойдет не произойдет победить а вот это большая проблема не на самом деле наши бойцы из легиона которые будут кстати на съезде они стоят сейчас под бахнутом как раз основной против коней борется это вагнеровцы но по время когда они их видят уже там был ли он при жизни сифилитиком или и госпитозным это уже не играет роли значит я объясняю еще раз для политиков объясняю что тело если оно не пролежало предположим полтора месяца в хорошем растворе формалина сохраняет а свои ну вот грубо говоря чтобы не грузить вредоносные свойства и контакт с ним должен быть предельно аккуратным на самом деле на самом деле я скажу да действительно серьезно вот если ты приехал на съезд ему кто-то лично сказать но я я передам вот а если просто возвращаться к тому что ты говоришь вот такой очень хороший артистичный образ говоришь там россия на скамье подсудимых россия с наручниками но это же образ ну во первых россии не существует да это же не тело на которое можно надеть наручники правильно значит это там 140 миллионов разных людей у которых разные взгляды мы еще поговорим да 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 это мы еще поговорим я говорю об образе в мировой политике потому что я понимаю вам же вам никогда не удастся представлять эти 140 миллионов да и мы понимаем что сейчас даже вот эти вот зэки чвк они удерживают путина от одномоментного вот как в мультфильмах обрушение этого идола и позволяют ему протянуть время для того чтобы принять еще ряд всяких губительных и трагических решений никаких других он принимать не умеет но ты говоришь не человек нет все на свете состоит из образов понятие политика это тоже образ все на свете это в той или иной степени реализованные и реализуемые образы да вот сейчас смотри тебе уже известно про то что цель войны снова изменилась но про сатанизм тогда известно конечно да 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 ну вот просто в полном бессилии не умение объяснить и понимание того что людям необходимо понять вот почему сотнями тысяч гибнут за что и по какой причине потому что червь сомнения обитает даже самых миниатюрных мозгах потому что бывают миниатюрные черви сомнения и даже те кто идут на эту войну все равно идут сомневаясь и вот сейчас я просто для наших зрителей рассказываю которые не совсем в курсе доверили озвучить новую причину войны борьбу с сатанизмом который оказывается охватил украину то есть это такой крестовый поход есть антихрист микки маус и его необходимо распять это будет такое распятие микки мауса и есть христос путин это христос с чемоданчиком вторым чемоданчиком номер два христос которого охраняет 14 половиной тысячи фсошников одномоментно это все понятное дело что такие конвульсии от неумения объяснить и придумать даже цель этой войны причем смотри это первый случай когда вот это ужасно конвульсии которые смешат это особая разновидность конвульсии потому что хохотать наблюдая за агонии конечно в принципе можно в зависимости от того чья агония насколько она смешная у путина получается смешно особенно вот с этой его идеи про то что теперь это все байна война за потани за против сатанизма у гитлера кстати у гитлера которого косплеет путин была все-таки очень строгая очень четкая и неизменная идеология его войны путин и на это оказался не способен и к чему я клоню я клоню к тому что мой вопрос повис он остался без ответа как можно сейчас задумываться и планировать судьбу страны участь которой не решена мы понимаем что мир неизменен и видел позицию итальянской прелестной премьерши да которая великолепно чует запах это же не это же не от любви к украине это прежде всего политический нюх она потому и становится премьером потому что она чувствует все острее запах мертвичины исходящие из кремля она не ошибается мы видим что очаровательный индус который возглавил по сути дела правительство англии он первым звонит зеленскому то есть все равно это победа предопределена там правда есть пара африканских людоедов есть которые хотя даже не поддерживает конкуренция среди чвк поэтому нет они его не поддерживают да конкуренция там есть но вот приезжал из глинея бисау парень который все равно пару раз путина по носу щелкнул хотя но там но он не рискнул проголосовать тем не менее он не рискнул проголосовать потому что ну во первых он посмотрел на путина во вторых не забывай это же гуманист этот президент гвинеи бисау он ни одного гражданина страны сырым никогда не съел ну и по главное что он понимает что если неправильно голосование его другие съедят да ну и помимо этого есть раскрашенный как мертвая проститутка берлускони который тоже существует уже в виде такого ходячего живого анекдота и все но есть этот еще асан все нет то есть исход войны уже ясен даже по тому кто учуял запах мертвичины кто не то есть россия должна будет получить за свое преступление срок или должна будет быть как-то наказана она уже примеряет эту полосатую робу и более того друг мой пономарил вот смотри вы планируете будущую жизнь вы планируете будущую власть а где эта власть может быть осуществлена вот вернемся к началу прости меня за то что я штурмую и атакую твое детище она мне симпатично я столько всего сочного договорил нет хорошо да хорошо нет ну вот смотри да вы все равно мы вас я возвращаюсь к своей идее вы планируете будущее страны которая от вас зависеть не может потому что эта страна должна понести наказание за совершенное ею преступление вот как ты на это ответишь я не очень понимаю когда я начал говорить что страна поносит наказание я с тобой абсолютно согласен что ответ как политическая единица да как вот именно политическая единица и тем самым это безусловно распространится на всех граждан стран независимо кто за кого они голосовали не голосовали поддерживали не поддерживали хорошие плохие там какие угодно но если есть паспорт то конечно это ответственность будет наложена на любого человека у кого которого есть российский паспорт но тем не менее это же не означает что каждый человек российским паспортом привезут гагу да то есть этого не будет и вообще я думаю что непосредственно подсудимых будет не очень много а вот ответственность более широком смысле она затронет реально миллионы людей потому что процесс там люстрации например то есть он затронет очень многих внутри россии но это будет происходить внутри россии этим все равно надо заниматься россиян и кто-то должен этим заниматься вот на данный момент я считаю это российская трагедия которая в том заключается что есть один этот самый путин да есть диссиденты да там весь диссидент ходорковский диссидент каспаров есть диссидент навальный до которые говорят мы против там баба яга против но класть это они никакого отношения не имеют и поэтому да они своим существованием показывают что есть люди которые в состоянии путина критиковать но они только доказывают то что нету людей которые в состоянии против путина действовать эффективно который в состоянии стать вместо путина другой властью и быть носителями другой идеи другой концепции другой идеологии другой ценности других взглядов на мир и именно поэтому мы этот съезд и решили собрать о том чтобы показать что все-таки такая власть существует и начать у путина идет отбирать создать ситуацию двоевластия ну понимаешь опять-таки да это все хорошо но вполне возможно что россия преобразится и географически и это тоже абсолютно изменит картину расклад а я полагаю ты наблюдал за публикации форбса недавней а где форбс долго кряхтел долго стеснялся наконец высказался он рассказал миру о том что да сегодня россия беззащитна и китай не может этого не заметить что сейчас россия слишком легкая добыча о чем я кстати говорил там еще три месяца тому назад что армии нет все не пропитой некомплектно все что было относительно целым отправлено в украинскую войну и если китай действительно начнет проводить свои референдумы от благовещенска до красноярска то вероятно оставшиеся гарнизончики разбегутся а чиновники из единой россии встанут в очередь на поправку на исправление эпикантуса то есть на изменение глаз на пластическую хирургию глаз скажем так точнее эта перспектива более чем реально сопротивляться некому и путин своей идиотической войной оставил россию беззащитной и следующая волна мобилизации кто младенцы старики паралитики депутаты выдача трех линеек депутаты было бы хорошо но за такую мобилизацию я бы даже сам проголосовал на фронте их количество никакой разницы не составит а мне бы стало дышать то полегче но вот кстати говоря вероятно последним по последним из кремля одев взятую в грановитой палате миссюрку бехтерец уйдет вероятно грустный песков которому навка даст конек для того чтобы он мог отбиваться от неприятеля то есть понятно что никакого мобилизационного ресурса о котором на протяжении многих лет говорили кремлевцы в 25 миллионов не существует этот мобилизационный ресурс существует только в мозгу шойгу но ведь ты помнишь да что шойгу увлекается и увлекался кстати говоря очень хорошо делает он занимается резьбой художественной резьбой по дереву и когда-то в тайге маленький гордый сын кожугета вырезал себе из корней кедрового дерева мозг и с тех пор в этом мозге происходят такие вот ферментативные процессы характерны для старения древесины и вот там образовалась мысль о том что есть 25 миллионов мобилизационного ресурса хотя вот у всех остальных руководителей страны у которых мозг вырезан из дерева благородных ценных пород там типа ба-ба-ба драконового дерева таких мыслей уже нет все понимают что вот те мероприятия которые проводятся сейчас окончательно исчерпали все потенциалы то есть россия беззащитно плюс значит еще есть турки турки они сейчас я подозреваю готовят принюхиваясь к тортику россии они тоже готовят свои столовые приборы понимаю что им тоже может достаться то есть вы готовы к тому что даже географически это будет несколько иная страна а изменение географии произведет и глобальные изменения и в миросозерцание людей и в политике и во всем остальном не слишком ли рано вы зашевелились как бы не было слишком поздно нет я не верю в какие-то кардинальные изменения границ россии то есть я считаю абсолютно вероятным то что объявят свою независимость чечня например может быть будут еще несколько республик которые решат так сделать и скажем в моем списке наиболее вероятных территорий те про которые обычно громко не говорят я считаю вторая по вероятности республика которая может решить пойти своим путем это якутия я там жил хорошо знаю эту республику и вот мне кажется там возможно то есть даже не татарстан но это очень сильно зависит от нас самих зависит от того какая будет новая россия после того как российская федерация исчезнет и возникнет новая россия какая какой она сможем ли мы дать регионам то чего они на самом деле хотят это тоже та вещь которую нам нужно обсуждать сейчас то что потом будет слишком поздно если это обсуждение начнется ситуации когда путин будет висеть на веревке в кремлевском дворе это будет слишком что касается китая китай же не будет там водить войска там проводить референдумы ничего этого китайцы делать не будут им этого не нужно они будут делать деньгами это их является стратегии они хотят захотят эту территорию купить очень подчинить своим компаниям скупить природные ресурсы в ситуации хаоса бардака обнищание которое будет после путина вот как они будут действовать и поэтому опять таки это зависит от нас что мы предложим и какой будет наша стратегия для того чтобы этого не произошло просто сейчас ты в чем абсолютно прав я же сибирский диски много лет представлял на сибирск в государственной думе и у нас один из самых популярных на сибирских анекдотов это как раз про вторжение китайцев в россии заканчивается словами ну где же мы вас хоронить то будем и вот я сейчас находясь в украине очень часто вспоминаю этот анекдот когда вот эти разговоры про мобилизованных идут потому что на самом деле сейчас тюрьмы украинские переполнены количеством пленных которых просто уже некуда деваться уже уже преступников надо выпускать и выпускают потому что некуда девать захваченных людей а зима и лагеря на всех не не построишь есть и другие заботы и количество жертв растет каждый день от того что совершенно не обученных людей сюда присылают вот это вот действительно является проблемой понятно понятно ты уклонился друг мой ответ на мой вопрос а и сам это знаешь судя по твоей хитрой улыбке но вероятно у тебя есть с тобой ведь очень сложно разговаривать потому что а ты ведь действительно занимаешься реальной политикой следовательно ты обязан знать в 10 раз больше чем ты имеешь возможность сказать особенно в такую сложную а кстати говоря всех и наших зрителей тоже до сих пор продолжает колбасить и волновать тема так называемый грязные бомбы мы не можем объехать или обойти это сегодняшний все равно хит скажем так и сегодняшний объект беспокойства твои мысли по этому поводу пономарёв все путинские бомбы очень грязные которые он кидает но на самом деле я думаю что то что он говорит там про ядерное устройство мне кажется это абсолютно невероятная история ни с одной ни с другой стороны все как это развивается выглядит как чистой воды какой-то идиотский пиар-план который судя по всему придумал тот самый фанерный маршал для изображения активности вот для того чтобы всех обзвонить зачем ты звонил пустя ну да то есть но чтобы рассказать ему про грязную бомбу на самом деле думаю что разговор был совершенно про другое но зато есть какое-то такое внешнее пиар-оформление зачем все эти разговоры происходили потому что ни одной из сторон нету никакого смысла если подобную историю сделает россия то ну во-первых даже кусок территории становится непригодным к употреблению последствия ровно такие же как от применения скажем там тактического ядерного оружия именно политические последствия а толку вообще никакого да то есть ну тогда уже логичнее исчезла запись а все вернулась вернулась отлично нет я вот тоже не разделяю оптимизма потому что мало кто знает но в россии очень долгое время все в порядке запись все она восстановилась в россии очень долгое время делались эксперименты именно с грязными бомбами о чем практически никому не известно причем все эти эксперименты происходили очень близко к петербургу очень близко к ленинграду в россии есть специально разработанная ядерная торпеда для радиоактивного заражения территории трилаж 6 называется забыл как ее точное название но специального нанесения урона противника путем загрязнения территории но только ты же не будешь загрязнять ту территорию которую собираешься оккупировать это вообще не имеет никакого смысла но во первых тут тоже не надо драматизировать потому что в ладожском озере есть много островов все они кстати носят финские названия и на всех этих островах на протяжении 30 лет испытывались эти так называемые грязные бомбы это бомбы стронция 90 ридиевые бомбы которые да действительно не являются ядерным оружием прямом смысле этого слова то есть взрыв не ядерный взрыв обычный с последующим распределением аэрозолированием скажем так различных радиоактивных жидкостей или твердостей и должно происходить заражение территории дозируемая либо там где-то на километр на полтора километра то есть в реальности это не такая страшная штука я был на всех этих островах где проводились эти учения там уже все в порядке уже абсолютно веселые очаровательные лисы да 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 обжористы кролики там отличная растительность то есть мы видим что последствия далеко не так трагичные для территории но россия имея колоссальный опыт именно в экспериментах и разработках этого грязного оружия давно у нее вот зудит и чешется это где-нибудь применить поэтому друзья мои братцы вы не сбрасывайте это со счетов слушай а вот смотри вот ты политик да забыли уже про грязные бомбы фиг с ними они все равно ничего да 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 еще может быть масса всяких драматических поворотов но они ничего не изменят и все равно скамья подсудимых для страны неизбежно но вот смотри вдруг завтра объявляется об экстренном эфире об экстренном обращении путина к россиян и мы видим связанных голых патрушева шойгу руки за спиной и сидит заплаканный путин он умеет это делать и говорит да вся война с украиной была чудовищной ошибкой я это признаю виноваты эти люди мы преступники мы все вместе будем за это отвечать простите меня ну потом там братья и сестры и стучит зубами по стакану как это делал в свое время стали набращаясь к советскому народу вот реакция твоя и реакция твоего скажем так вот ну все равно уже твоего сестра мне кажется что чтобы там не происходило вот если начинается такой момент нестабильности то реакция должна быть одинаковые садимся на танки едем москву с теми самыми вооруженными батальонами которые на данный момент воюют в украине у пацанов то есть уже давно чешутся и они тренируются ровно на этот случай любая турбулентность россии она будет триггером к распаду власти и это неважно сам путин начнет эту турбулентность табакеркой там шарфиком его придушат и кто-то другой начнет эту историю или мягко его отстранят госсовет начнется там да или полноценная там революционная будет какая-то волна что бы ни происходило вот какой бы ни был первый источник этой самой турбулентности но исход будет один и тот же вся нынешняя система она обсыпется путин же он такой он паук который сидит в центре паутины нету паука нету паутины паутина не выживет без него ну давай вернемся тогда к обсуждению тех материалов съезда который ты мне прислал они меня привели в абсолютный ужас 2022 год ведь он еще и знаменателен тем что можно в этом году окончательно расстаться с мифом о российском народе ты мне прислал для ознакомления материала которые ну доказывают ваши абсолютно извращенческие представления о демократии ведь демократия обретает свой истинный смысл только в том случае если в ней полностью исключено участие народа тогда тогда она может иметь какой-то хотя бы внешне цивилизованной если демы если демонов из демократии убрать да оставить только кратию да и тогда да 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 потому что ведь Мне кажется, что только бесконечно долгая череда дворцовых переворотов, непрерывных заказных политических убийств, вот этот весь, ага, опять ты исчезал, снова появился, все нормально, вот этот круговорот продлится лет 10, то есть надежда, что к власти придет кто-то вменяемый, потому что вот вообще, кстати, пока там в Кремле бы совершались все эти бесконечные государственные перевороты, политические убийства, это будет прекрасное время для народонаселения, власть о нем забудет, ей будет не до народа, все деньги будут тратиться только на покупку сверхредких ядов, на особое оружие, на платиновые гробы, на поминки, церемонии, а народ, наконец, сможет, ну, люди, которые более-менее вменяемые, смогут выдохнуть, и не случайно я говорю о 2022 году, вроде как о времени, когда умерли все мифы, когда стало понятно, что народ, это, в общем, действительно чудовище, слепое, кровожадное, и доверять ему, его собственную судьбу, это абсолютное безумие, да, что, да, действительно, будут, будут огромные события, будут колоссальные коллизии, которые, которыми никто не сможет управлять, Росгвардия, там, разбредется, превратившись в толпу стриптизеров, киллеров, грузчиков, вахтеров, депутаты, вероятно, будут сдавать свои кабинеты, кооператорам, как это было когда-то в 91-м году, в зданиях ФСБ, там, откроются вещевые рынки, то есть, ну, какие-то перспективы есть, но, согласно, это я просто, чтобы хоть что-нибудь хорошее, сказать, меня упрекают в том, что я никогда не вижу ничего хорошего в России, мы сейчас еще отдельно на эту тему поговорим, То есть, вот, вы собираетесь доверить судьбу страны тому самому слепому, глухому и кровожадному монстру, коль скоро у вас высшим источником власти является народ, который, собственно говоря, и увенчан сверху Путиным, и который весь уже пропитан Путиным. Пономарев, Пономарев, как ты думаешь, сколько в мире людей, страдающих утратой зрения и проблемами зрения? Не знаю. Думаю, что несколько десятков, может быть, больших десятков миллионов. Ну, вот есть такой исследователь Марк Казинс, он приводит цифру в 285 миллионов страдающих проблемами зрения, из них 39-39 миллионов абсолютно слепы. К чему я это говорю? Потому что из этих 39 миллионов человек, примерно две трети не хотят прозрить. Современная медицина... Как в этом анекдоте, пациент, у вас эротические сны мучают, а почему же сразу мучают доктор? Может, это стало для кого-то? Это счастье, никого не вижу и ничего не слышал. А вот все не так весело, если эту ситуацию применить и обратить к сегодняшней реалии России. Мы понимаем, что этот образ людей, которые не хотят лишаться своей слепоты, потому что они привыкли к миру, который состоит из звуков, запахов, из тактильных ощущений, им страшно увидеть картинку. Вот примерно в таком же состоянии находится и большая часть российского общества, которая боится узнать и увидеть реальность. И вам с этим тоже предстоит иметь дело, потому что вы ведь говорите, хотите, передав власть народу, хотите отдать власть тому коллективному жуткому существу, которое испытывает дикое наслаждение от лжи. Этому существу на протяжении 20 лет безостановочно лгали все, лгали обо всем. Вот сможете ли вы лгать так же красиво, так же убедительно и так же велеречиво? Я думаю, что нет, у вас нет такой квалификации. А мы точно не сможем. Подождите, а как же вы тогда собираетесь договариваться с народом, который за 20 лет приучен исключительно к лжи и готов жить только в лжи? Мы будем очень инновационными политиками, мы будем говорить людям правду. Кому она нужна в России? Всем. Ты знаешь, мне кажется, ты сейчас говорил, мне кажется, это ты здесь жертва пропаганды. Ты жертва постсоветского периода, когда как раз вся элита друг другу объясняла и говорила о том, что вот этот народ кровожадный, слепой, глухой, чудище такое, которое ни в коем случае ему нельзя давать волю. И от этого только еще глубже забивали беруши в уши и залепляли глаза. Я как раз вырос на таком замечательном фильме «Стена Пинк Флойда». И этот же фильм ровно про это же самое. И ровно такая же ситуация и в западном обществе, и в любом другом. Человек не хочет слышать некомфортную правду. Он окружает себя этой самой стеной. Он выстраивает себе собственный маленький комфортный мирок, такой мещанский, в который не хочет, чтобы кто-то вообще влазил и каким-то образом его оттуда вытаскивал. Ты заметил, что ты сейчас блестяще сам себе противоречишь, да? Нет, я себе совершенно не противоречу. Себе совершенно не противоречу, потому что этот мир будет разрушен. Вот это вот мещанство, конечно, является основным источником фашизма всюду. И это было и в Германии, это в современной России, это было и в России начала 20 века. То же самое. Вот эта вот борьба, она абсолютно вечная. Но я глубоко уверен в том, что эту борьбу надо вести и надо людей слушать. И я на своем веку, будучи депутатом, встречал огромное количество прекрасных людей, с которыми я получал большое удовольствие от общения. И бомжей, и бичей, и стариков, пенсионеров, и людей в монастырях, и, не знаю, охотников в тайге, и молодежь, которая что-то хотела делать с точки зрения инноваций и так далее. Их просто никто никогда не слушает. Их стараются обманывать, стараются манипулировать. Никто никогда не дает им возможность высказать свою точку зрения. А после того, как они манипулируют, у них еще и пальцем показывают. О том, что вы вот гады и пидорасы, и вообще ничего. Нет, нет. Себя не представляете. Я согласен, друг мой. В том, что, да, как бы глупо искать какие-то генетические или иные причины в сегодняшнем поведении народа. Это так называемая преступная дрессировка. Есть в цирке такое понятие, когда, да, действительно особые категории существ можно адрессировать на исключительно отрицательное, враждебное и опасное поведение. Но поверь мне, как человек, который хорошо знает работу дрессировщика, переделать, раздрессировать, отменить, скажем, те установки, которые вложены предыдущим преступным дрессировщиком, либо практически невозможно, либо это многолетняя тяжелейшая работа с существом, который не теряет своей агрессивности и сохраняет, скажем так, чрезвычайную опасность. И вот мы видим народ, который является результатом преступной дрессировки. Потому что все эти твои восхитительные охотники в тайге, эти твои попы в монастырях, эти твои грузчики и логопеды, прекрасные люди, где, блин, они были 24-го числа? Там же, где они и есть. 24-го февраля. Там же, где они и есть. Человек, я еще раз скажу, уходит во внутренний этот самый мир, говоря себе, и ему это все время подтверждают, что от тебя ничего не зависит. Это не твое дело. Мы решимся без тебя. Если не хочешь, чтобы тебя наказали, сиди тихо. Занимайся своими делами. У тебя есть там дети, которыми надо заниматься. Жена любимая или любовница у кого как. Там будешь выпрыгивать, мы у тебя там работу отберем. Все что угодно. Только не трогайте меня, пожалуйста. Я сам как-нибудь. И это очень печально, конечно, но нельзя требовать от людей, от всех, чтобы они были революционерами. Надо требовать от тех людей, которые говорят о том, что они революционеры, чтобы они были революционерами, а не пиздели бы просто так. Вот это надо требовать. А когда есть простые люди, которые просто хотят нормально жить, и чтобы их никто не трогал, их не позовешь на баррикады. Но это не означает, что они плохие. Ну, они там не очень нужны. Все правильно. Да, 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 да. Но они, тем не менее, способны создать тот эмоциональный, колоссальный фон, который нельзя недооценивать, который пропитывает все общество и всю страну и приводит все равно одни политические силы к успеху, а вторые к краху. Саша, вот смотри, просто есть соображения, как бы что называется, общеисторические, чисто рациональные. Посмотрим на то, что происходило в Европе после Второй мировой войны. И какой был уровень озверения немцев, которые вели дважды, развязали мировую войну против всего мира. Ну и что, вылечили, вылечили. И за очень короткий срок человеческая природа, она очень пластична. Нет, не соглашусь, не соглашусь. Даже по опросам в 59-м и по опросу в 64-м году примерно до 60-ти процентов германцев считали Гитлера выдающимся, самым выдающимся политическим деятелем Германии. И полностью этот весь немецкий нацизм ушел только тогда, когда ушли два основных поколения его носителей. Вот к этому... Не два, но переход произошел примерно за 20 лет. Ну, а это, дорогой, у вас есть 20 лет? У вас есть 20 лет? 20 лет для страны. Ну, кто-то же должен это делать. Что хочешь людей? Просто там перестрелять? Нет, я никого... Я вообще никого... Я не занимаюсь политикой, поэтому я никого не хочу ни перестрелять, ни вознаградить, ни осыпать орденами, ни отравить, ни забросать бомбами. Я диагност, я наблюдаю и анализирую. И предлагаю результаты тех диагностических исследований. Кстати говоря, меня очень часто упрекают, как ты знаешь, в том, что... Я хочу оправдаться и объясниться в том, что я не вижу ничего хорошего в сегодняшней России. Но здесь, вероятно, складываются долги от опыта анатома, который знает, что искать что-нибудь свеженькое и ароматное в давно сгнившем трупе абсолютно бесполезно. И что если кто-то начинает получать удовольствие от определенных структур и запахов, того, что пролежало многие месяцы, дни и сгнило абсолютно, то надо, в общем, задуматься о состоянии того, кто получает эти удовольствия. Я, безусловно, отметил бы любое благородное, любое светлое, любое разумное. Вот как сегодня там выяснилось, что в Питере, который я теперь сильно не люблю, после 24 февраля, в Питере того преподавателя, который проявил абсолютно проукраинскую, антивоенную, антипутинскую позицию, которого, разумеется, выгнали из университета, студенты провожали слезами и аплодисментами. То есть, да, безусловно, масса светлейших, великолепных людей, но можно ли на этих людей сейчас делать политическую ставку и опираться на них? По-моему, это огромная ошибка. По-моему, все-таки больше переворотов хороших и разных. Ты себе и противоречишь. И я себе противоречу. И ты себе, мы ищем ответы. Ты говоришь, что есть прекрасные люди, но на них нельзя делать ставку. Почему, собственно? Потому же, почему только что мне ты объяснил, что они все повязаны страхом. Что, да, аплодисменты преподавателю для студентов, у которых ничего нет, ни долгов, ни машин, ни ипотек, ни особого разумения в башке, но какие-то более решительные шаги, вряд ли им уже, вряд ли для них возможно. То есть, мы понимаем, ты же человек не в посторонней церкви. Вот пока есть хотя бы одна живая душа, за нее надо бороться. Я в этом абсолютно убежден. А я абсолютно убежден, что душа это абсолютно бредовая формулировка. Я не понимаю, что имеется в виду. Ты знаешь, да, что... Вот ты говоришь про студентов, которые аплодируют. Я знаю там депутатов, которые там сейчас призвали Путина уйти в отставку. А знаю людей, которые с оружием в руках борются и проливают свою кровь за свои идеалы. И я когда вижу таких людей, я заряжаюсь от них, как от батарейки. Ну, тебе повезло. Тебе повезло. Ты их видишь много, вероятно, и они на тебя летят. Во-первых, я их вижу много. Во-вторых, я себя буду чувствовать очень плохо, если я не буду и при этом ничего не делать. Понимаешь, вот 23 февраля я был о переговорах в Дубае с моим бизнес-партнером и довольно близким другом. Мы там занимались инвестициями как раз в Украину. У нас там было все хорошо, но при этом вот сообщение о том, что ну вот-вот значит оно начнется. Мы не знали, начнется ли там 24 числа и так далее, но постоянные были эти сообщения. И он мне говорит, слушай, ну не надо тебе сейчас в Украину лететь. Скажи, там должен быть 26-го, у меня были куплены билеты в Штаты. Значит, давай сразу в Штаты отсюда из Дубаи. Ну зачем? А вдруг начнется? Я говорю, так вот именно потому, что вдруг начнется, я и должен вернуться в Украину. Он так говорит, ну я смотрю, говорит, ну почему, если начнется, почему ты туда должен вернуться? А я ему говорю, ну потому что у меня родители так воспитали, потому что если я считаю, что есть угроза моему народу, а в данном случае нападение на Украину, это угроза в равной степени и украинскому, и русскому народу. Я вот не вижу здесь никакой разницы. Путин развязал войну против обоих народов. Значит, я должен быть там и должен в этой борьбе участвовать. И до последней капли крови я буду участвовать в этой борьбе. Пока не победим. Хорошо. Хорошо. Мы ознакомились. И это крайне симпатичная и я подозреваю, крайне понятная людям позиция. Такая позиция, которая и должна быть политикам, потому что очень страшно разбавлять политику избыточным интеллектуализмом. Дробить ее и так препарировать. Большинство политиков позиции манипулятивные. Большинство политиков позиции сходят от каких-то прямо скажу корыстных интересов. Может, не корыстных, меркантильных. Потому что это вот эти там карьерные вещи. То есть, как больше хайпа собрать или как какие-то деньги заработать или какие-то вопросы решить. Вот что для этого надо сделать? Мы вот смотрим общественное настроение и мы пристраиваемся к той или иной группе. То есть, кто-то может даже находясь в оппозиции подстраиваться, а что там в шелфоне? Думают. Ну, буду говорить, как думают в Вашингтоне, буду получать, я не знаю, грантовые деньги. А кто-то, как Путин говорит, потому что, если что-то по-другому скажу, это для меня опасно. Кто-то там в демократическом обществе просто считает социологические опросы. О, вот большинство людей сейчас интересуют дороги, чтобы починить. И я вот буду говорить про то, что надо чинить дороги. Потому что не потому, что мне нужны хорошие дороги, не потому, что я за них переживаю, а потому, что я вот прочел в социологии о том, что так надо. Подавляющее большинство политиков такие, к сожалению. Но когда возникают экстремальные ситуации, вот ситуации войны, ситуации революции, ситуации слома, вот тогда это тот редкий момент, когда возникают настоящие, которые идут не ради социологического опроса или фолловеров в Твиттере, а ради того, чтобы чего-то добиться. Хорошо. Вот смотри, я ознакомился с материалами вашего будущего съезда, но я не увидел там проекта или, по крайней мере, какого-то вразумительного слова о том, что вы предполагаете делать, если все-таки в России ожидаемо и закономерно возникнет и начнется гражданская война. Потому что если действительно этих прекрасных людей, о которых ты говоришь с таким воодушевлением так много, то значит война неизбежна, потому что мы знаем о том, какое количество сволочи нынче населяет Россию, и конфликт между прекрасными людьми и сволочью это вполне, я бы сказал, такое дело необъезжаемое. И понятно, что эта гражданская война не будет, там не будет никаких комиссаров в пыльных шлемах, никуда не будут скакать неуловившие Подожди, за шлемом схожу, покажу, да. Я понимаю, да. Это прообраз первой, по крайней мере, гражданской войны, который может быть, он явлен в Бурятии, там, в Кягцинском районе, если ты знаешь, там произошло особое мощное извержение канализации местной, ну там просто полностью прохудившиеся канализационные сети и трубы не выдержали напора, и все это гейзерировалось, извергалось, затопилось, и это выяснилось, что это, в общем, полбеды, потому что в Бурятию вступило местное отделение Единой России, и вот местное отделение Единой России, да, 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 оно пыталось, то есть дерьмо разливное и дерьмо заседающее вступили в схватку друг с другом, определить победители невозможно, ни один анализ не показывает разницы одной или другой структуры, вот я подозреваю, что первая, по крайней мере, гражданская война будет примерно такой, потому что власть все равно смогут захватить люди, которые технически на тот момент будут держать ее в руках, то есть телефоны, связи, команды, кнопки, возможности, ключи от Кремля, все равно в любом случае это ну, неизбежно. Вот у вас нигде в ваших материалах нет никакой реакции, нет никакого плана действия о том, как вы будете себя вести на во время этой первой гражданской, которая, в общем, по сути дела, в том или ином виде неизбежна. Знаю, если, не дай бог, начнется вооруженное гражданское противостояние внутри страны, я, конечно, А куда оно денется, когда у тебя есть масса вооруженных людей, когда у тебя из ЧВК, когда у тебя есть огромные ресурсы, которые имеют смысл делить и огромные активы, которые имеют смысл пилить, куда ты денешься от этой гражданской войны? Видишь ли, Саша, говно, эта структура очень такая пластичная, из нее очень трудно слепить что-то, что сопротивляется. Оно имеет тенденцию размазываться и растекаться. В Якутии скульптор Бапосов из этого говна лепит огромные прочнейшие скульптуры. Ну вот отправим когда говно в вечную мерзлоту в Якутию, да, там, когда бывает минус 60 градусов, вот там оно может быть во что-то кристаллизуется. Ох, вот тут мы увидели, как у Пономарева заискрился глаз. Наконец-то, когда стало понятно дорога и судьба того говна, который преизобильно, преизобильно образовалось в России. Тем более, что деньги на мост через Лену они спиздили, построив вместо этого Керченский мост, благополучно взорванный, поэтому выбраться оттуда просто так им не удастся, только вот вплавь в Северный Гедовитый океан. Но смотри, план гражданской войны это военный еще раз скажу, что если не дай бог что-то подобное начнется, это чисто военная история. Для этого самый главный план это иметь достаточное количество штыков и мобилизационных возможностей своих сторонников. Это естественно мы делаем. То, что собирается съесть, это все-таки как раз попытка избежать гражданской войны. А для того, чтобы избежать гражданской войны должна быть великая мечта, должен быть образ будущего. Должно быть то, что людям понятно, что вот так действовать и как раз тогда гражданской войны не будет. И это то, что должны увидеть как простые граждане, так и прежде всего элиты. Я бы сказал, что с точки зрения адресатов решения съезда элиты даже в большей степени релевантны, чем простые граждане. Именно потому, что они должны понять, что будет с ними. И там такая вещь, как, например, люстрация, которую очень многие воспринимают как мега наказание. А я считаю, это такое акт прощения, скорее, акт национального примирения. Это же, по сути, дело договор о том, что вот так, чуваки, вот мы понимаем, что вы враги, но вы там насмершали кучу всего, но мы вас не будем сажать в тюрьму всех, просто тюрем такого количества нет, но вы больше государственного управления отношений никакого не имеете, к бюджету отношений никакого не имеете, в политической жизни участия не принимаете, право голоса в этой стране вы лишаете и мы строим эту страну без вас и тогда сидите тихо и может быть вы у вас будет все нормально. Сидите тихо, организовывайте свои подполья, ненавидьте нас, ненавидьте цивилизацию и оставайтесь сами собой и ждите момента, когда у вас будет возможность перекусить нам гнотку. Вот давай я запущу. Любые политические попытки как раз они будут пресекаться в этой ситуации очень жестко. Но ты не можешь посадить в тюрьму там несколько миллионов человек, а мы сейчас идем речь именно про такие цифры. Ты можешь отправить в ГАГу там несколько сотен, может быть несколько тысяч, но ты не можешь это сделать в отношении нескольких миллионов. Это нереально. Нет, абсолютно нереально. Почему для меня ситуация вообще существования России представляется абсолютно нереальной и без демонтажа России я не вижу ее будущего. Но я предлагаю... Вот ты говоришь про демонтаж России, я говорю про демонтаж Российской Федерации. Я считаю, что да, такая страна, как Российская Федерация, она прекратит свое существование одновременно с Путиным, но не надо отождествлять Россию с Российской Федерацией. Ну, я предупрежу, это такая лукавая игра слов. Это лукавая игра слов, это именно четкое юридическое определение, это вопрос, какое есть государство. федерации. Хорошо, я полагаю, нам на этом имеет смысл закончить, как на, наверное, главной и самой важной точке. У вас была возможность сегодня заглянуть в будущее, скажем так, страны, потому что действительно на момент, кроме Пономарева, кроме тех политических сил, которые идут вместе с ним или идут за ним, никакой другой антипутинской реальной политики все равно нет. И Пономарев и Пономаревцы вероятно станут очень большой частью реальности. На этом мы с вами, дорогие мои, прощаемся. Ильюш. Я хотел попросить, что те наши зрители, которые, может быть, когда-то были депутатами, имели отношение к этой системе власти, которые бы хотели присоединиться к нашему съезду, чтобы они мне написали. Ворота абсолютно открыты для всех, мы приглашаем всех, не зависит от того, какие у нас взгляды, взаимоотношения, история взаимоотношений и так далее. Это действительно дело общее. У нас на данный момент 60 депутатов, которые приедут и примут участие, посчитали, что они представляют около 10 миллионов человек общей сложности, которые за них когда-то проголосовали в одно или в другое время, но чем больше их будет, тем лучше, и мы обязательно осилим эту дорогу, я в этом уверен. отлично. Слава Украине, Ильвиш. Героям слава. А также живее Беларусь, ну и, разумеется, я передаю всем привет от своего друга, жертвы карательной русской психиатрии, шамана Саши Габашева. До наповала, до воскресенья, дорогие мои. Спасибо. Беларусь.